добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о моральном авторитете и власть есть еще один вид власти которые неприемлем и по своей сути наверное не является чем то что должно быть в нашей жизни это насильственная власть я говорил уже в прошлой программе что власть это инструмент власть это инструмент и когда берут инструменты бьют вас по голове то вы будете сопротивляться власть можно навязать либо страхом либо свой авторитет поднять за счет любви и служения когда мы говорим об отцовской любви то конечно же очень хотелось чтобы каждый из нас понимал что страх должен быть априори исключен из этого уравнения для нас с вами очень важно чтобы наши дети нас не боялись когда мы навязываем и насильно применяем ту власть которая у нас есть мы обязательно ломаем что-то в собственной жизни в собственной семье и в психике наших детей власть и авторитет не могут быть основаны на насилии если мы с вами основываем власть на насилии то мы не просто закладываем в детей вот этот модель поведения когда они пойдут и буду делать то же самое мы форматируем целые поколения посмотрите сегодня на современное общество когда вы видите человека в форме какие он вызывает у вас эмоции как бы мы с вами не хотели видеть в милиционере или в полицейском человека защитника как только мы видим этого человека в форме внутри у нас рефлекторно знаете все сжимается и ты начинаешь проверять себя не согрешил ли я где-то перед государством может быть я что-то неправильно сделал то есть у нас рождается страх и это не должно быть так как только власть работает исключительно через насилие она формирует культуру страха и живя в этой культуре мы можем много говорить о любви но толку не будет то же самое происходит в семье когда ты как отец на постоянно нагнетаешь атмосферу страха что тебя боятся то говорить о любви в этой семье это будет исключительно теоретические выкладки далекие от реальности любой ребенок рожденный выросший в семье в которой все боятся отца где вот насилие является частью культуры это всегда будет культура страха это всегда будет культура бунта и это всегда будет культура которая приведет деградации и личности и к разрушению собственно говоря самой семьи и так наша задача как отцов не использовать насилие для утверждения собственной власти потому что писание говорит нам что престол царя или авторитет отца в нашем случае утверждается милосердием милостью и служением другим людям поэтому будьте людьми которые формируют своей семье культуру любви они в всем еще неприятное у и Субтитры подогнал «Симон»